Друзья, всем большой привет! С вами Настя и вы на канале Toskana Bags. Сегодня мы с вами поговорим про насмотренность. Все модные блогеры, все стилисты постоянно твердят про эту насмотренность. Что же это такое и как ее тренировать? Давайте обсудим. Вообще, по сути своей, насмотренность это натренированное чутье, которое позволяет определять, что стильно, а что не стильно, что красиво, что некрасиво, и что гармонично, а что совсем не гармонично. Это не врожденное умение и талант, а всего лишь навык, который можно и нужно тренировать. Есть несколько способов, как это сделать. Первый из них — тщательно формируйте ленту подписок. Определите, кто из блогеров и знаменитостей разделяет ваши чувства прекрасного, на кого вам хочется равняться, чьи образы притягивают взгляд. Так вы будете уверены, что вы получаете актуальную информацию о тенденциях и новинках, а со временем определите для себя, что из этого для вас актуально, и что вы сможете взять на заметку. Вторая рекомендация — просматривайте показы. Любая неделя моды — это целое событие, ведь она определяет вектор текущего сезона. Время от времени старайтесь просматривать хотя бы несколько показов знаковых домов моды. Отмечайте, что вам особенно понравилось и что кажется потенциально интересным. Кстати, еще хроники стритстайла также заслуживают вашего отдельного внимания, ведь гости очень тщательно готовятся к этим выходам. Еще очень важно научиться анализировать увиденное. Просто рассматривать ленту и смотреть красивые фотографии, к сожалению, недостаточно. Изучите понравившийся образ и подумайте, что же именно в нем вас зацепило. В первое время можно буквально дословно копировать комплекты, и затем вы поймете, что именно вам нравится, какие приемы подходят вам, и как именно вы сможете сделать образы стильными. Ну и, конечно же, развивайте вкус комплексно, ведь все сферы искусства очень близки между собой. Недостаточно просто просматривать модные издания и ориентироваться в трендах и брендах. Все-таки нужно развивать свой вкус. Кто-то может сказать, что вкус – это понятие субъективное, и с этим на самом деле очень сложно поспорить. Но, тем не менее, вкус формируется комплексно. Из музыки, которую мы слушаем, из фильмов, которые мы смотрим, из мест, которые мы посещаем. Приведу пример. Вы увидели в новой коллекции корсет, и можете просто забрать его к себе в гардероб. А можете понять, в какую эпоху он создавался изначально, как трансформировался со временем, какие были вариации корсета на протяжении истории. А также изучить, кто из дизайнеров уже заигрывал с корсетами. Далее вы подумаете, подходит ли эта трендовая форма именно вам, и стоит ли вам забирать ее в свой гардероб. А может быть, придумаете что-то с корсетным настроением, но более необычное, не совсем в лоб. И сейчас у нас будет не совсем обычный обзор. Я хочу загадать вам несколько модных загадок, кстати, по мотивам наших выпусков. Покажу вам первую модель нашего сегодняшнего выпуска. Это сумка в духе бренда, основная эстетика которого – минимализм. Его основатели в восторге от творчества Фиби Файла, которая в свое время возглавляла Селин, поэтому они создают такие же лаконичные и простые модели. Ну что, признавайтесь, кто догадался? На самом деле это близняшки Олсен и их бренд The Row. Ну а сумочка действительно минималистичная, выполнена из софьяновой кожи. Закрывается эта модель на молнию, и внутри у нее единое отделение. Ручка здесь одна, и она несъемная, поэтому носим сумку на плече вот в таком варианте. Стоимость этой сумки в Toskana Vex – 7650 рублей. Ну что, а мы продолжаем. Форма этой модели напоминает один ковбойский аксессуар. Ее переосмысливают разные бренды, и форма претерпевает изменения. Но самое главное здесь – округлый низ. Я думаю, что вы догадались, это сумка-седло. Кстати, ее придумал Джон Гальяна в 99-м году для бренда Dior. Это седло выполнено из зернистой кожи. Здесь такой интересный шов, и сама форма сумки достаточно анатомичная. У этой модели внутри два отделения, и также есть кармашек на молнии. Кстати, стоимость этой сумки – 6960 рублей. Ну и еще одна загадка. Этот бренд активно использует анималистические и флористические мотивы, а с 70-х годов одним из его символов является пчела. Совсем как на этой сумке. Думаю, здесь было совсем просто. Конечно же, речь о Гуччи. И вот такая пчелка немножко отсылает нас к эстетике этого модного дома, ну и, конечно, создает легкое летнее настроение. Пчелка здесь, кстати, служит еще и замочком. Закрывается эта сумка на клапан. Внутри два отделения, они закрываются дополнительно на молнии. У этой модели в комплекте вот такой длинный ремешок, который еще и регулируется. Поэтому можно носить сумку на плече. И также в формате кроссбоди. Стоимость этой модели 6460 рублей. А найти еще больше сумок и, конечно же, выбрать ту самую вы сможете в Toscanabex. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у менеджера и также на нашем сайте. Кстати, на сайте еще доступен полный каталог наших моделей. Заказы мы доставляем различными курьерскими службами. А по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. На этом я прощаюсь с вами. До следующих видео. Продолжение следует...